Всем привет! Сегодня у нас пересказ сюжета фильма 2000 года. С какой ты планеты? Я могу вам помочь? Во вселенной существует планета, где проживают одни только мужчины. Все они весьма умны, а их технологии давно опережают земные. Отсутствие женщин привело к тому, что мужчины искоренили в себе эмоции. В результате их репродуктивные органы уменьшились и исчезли. Единственный способ размножения это клонирование. Правитель планеты Грейден планирует вывести гибрид землянина из своей расы. Для этого мужчин учат флиртовать и делать комплименты, чтобы те могли вступить в половые отношения. Я могу вести вас в пенес. После нескольких дней тренировок лучшим кандидатом для отправки на Землю стал мужчина под номером 14496 Гарольд Андерсон. Прежде чем Гарольд отправится на Землю, ему проводят инструктаж, а также прикрепляют искусственный половой орган, который поможет ему зачать ребенка. На Земле пилоты самолета замечают приближающийся к ним объект. И когда он добирается до самолета, начинается небольшая турбулентность. Это были Гарольд и Грейден, которые проникли в самолет через туалет. Грейден желает Гарольду удачи и смывается с самолета. Покинув туалет, Гарольд сразу начинает флиртовать со стюардессой, не обращая внимания на шокированных пассажиров. Однако девушке нужно сперва помочь пассажирам успокоиться, и поэтому она просит его занять свое место. Гарольд садится рядом с плачущей женщиной, которая явно шокирована недавним происшествием. Несмотря на это, он пытается с ней флиртовать, однако приглашение в постель так и не получает. Он понимает, что миссия будет нелегкой, но все равно не сдается. После успешной посадки самолета прибывает сотрудник авиационного управления Роланд. Он здесь, чтобы выяснить причину неполадок в самолете. Роланд работает уже не первый год и считает, что виной всему опять какая-то незначительная мелочь. Проведя беседу с одним из сотрудников, он получает видео, сделанное в момент данного происшествия. Гарольд в это время продолжает приставать ко всем женщинам подряд. Когда женщина наклоняется, его прибор в штанах начинает вибрировать. Услышав вибрацию, женщина убегает. Он считает, что это дефект органа, который ему прикрепили. После этого Гарольд отправляется в банк, в котором он должен работать. Он был нанят из-за хороших рекомендаций, которые подделал Грейден. Его коллега Перри Гордон сразу же подружился с ним. Он познакомил Гарольда с офис-менеджером Ритой, с которой он спит. Затем Гарольд встречает своего босса, который недолюбливает Перри и утверждает, что тоже спит с Ритой. Тем временем Роланд смотрит видео самолета. Впервые в жизни он не может понять, что вызвало турбулентность. И поэтому он решает разгадать тайну любой ценой. После работы Перри приводит Гарольда в стрип-клуб, чтобы найти ему девушку. Они знакомятся с Шерил, которая соглашается провести с ним ночь. Гарольд был вне себя от волнения, но звук, исходящий из его промежности, сбивает Шерил с толку. И в итоге у них ничего не выходит. На следующее утро он сообщает Перри о катастрофической ночи. Вечером они слушают истории о борьбе женщин с алкоголизмом. Гарольд обращает внимание на женщину по имени Сьюзен. После её выступления он хотел с ней познакомиться. Но его планам помешала стюардесса, с которой он познакомился во время полёта. В итоге Гарольд решает пойти в гости к стюардессе. Немного позже Перри случайно врезается в машину Сьюзен, в результате чего они ссорятся. Вскоре Гарольд и стюардесса оказываются вместе в постели. Всё было идеально, пока ей не позвонил пилот, в которого она влюблена. Из-за этого Гарольд вновь отложил свою миссию. Жена Роланда думает, что он ей изменяет, из-за того, что он последнее время ходит на работу с улыбкой. Он пытается объяснить, что на работе произошёл интересный случай, но она всё равно ему не верит. На работе Гарольд замечает Сьюзен, разговаривающую с секретаршей. Она пришла, чтобы встретиться с Перри и поговорить о недавней аварии. Гарольд представляется и немедленно приглашает её на свидание. Сьюзен узнаёт, что он был на собрании анонимных алкоголиков только из-за девушек, и поэтому отклоняет его предложение. Однако Гарольд своей настойчивостью всё же уговаривает её пойти на свидание. Вечером они идут ужинать в ресторан. Гарольд немного рассказывает ей о себе и внимательно слушает рассказы девушки. Сьюзен была очень впечатлена и даже не подозревала, что его этому обучали. После ужина они возвращаются к ней в квартиру. Гарольд надеется, что сегодня вечером ему повезёт, но его планы проваливаются, когда Сьюзен говорит, что она бережёт себя до брака. После этого Гарольд отлучается в туалет, чтобы позвонить Грейдену. Лидер советует ему сделать всё необходимое, чтобы оплодотворить человеческую осыпь. Тем временем Роланд беседует с персоналом самолёта. Тюардесса говорит ему, что все пассажиры были в панике, за исключением Гарольда. Но после проверки списка пассажиров, Роланд никого не обнаружил с таким именем. Тюардесса рассказывает, что ходила с ним на свидание. В результате Рональд решил, что необъяснимая турбулентность произошла из-за Гарольда. Пока Гарольд был на работе, его пришла навестить Сьюзен. Она надеется пойти с ним на ланч, чтобы исправить недавнее провальное свидание. Неожиданно Гарольд начинает расспрашивать её о браке, а также спрашивает, выйдет ли она за него замуж. Сьюзен не верит ему и думает, что это просто шутка. Тогда, чтобы она поверила ему, он встаёт на колени и делает ей предложение. К удивлению Гарольда, она не отклоняет его предложение, а всего лишь просит немного времени на раздумье. Позже она встречается со своими друзьями, чтобы посоветоваться. И они отговаривают женщину от этой затеи. Однако Сьюзен уже всё решила. Она уже не молода и поэтому не может упустить прекрасную возможность. В конце концов, она звонит Гарольду и соглашается выйти за него замуж. Спустя несколько дней Гарольд скидывает свою работу Перри. После этого он берёт отпуск. В день свадьбы Сьюзен произносит длинную речь. Гарольд благодарит её за всё. Затем их объявляют мужем и женой и отправляют на первую брачную ночь. В постели Гарольд был вне себя от радости. Ну давай, давай ещё. Перри в это время выдаёт его работу за свою. Он говорит гадости о своём коллеге, чтобы получить повышение по службе. Когда Гарольд вернулся на работу, его навестил Ролан. Он спрашивает о билете на самолёт, на котором он недавно летел. Но Гарольд утверждает, что выбросил его. Чтобы проверить слова стюардессы, Ролан специально роняет журнал на стол. Из-за этого прибор Гарольда активировался. Но он смог скрить шум при помощи точилки. Вернувшись домой, Гарольд не обращает внимания на супругу и её друзей. А просто уходит в спальню. Сьюзан злится на него из-за этого. Но когда она узнаёт, что у него на работе был завал, она начинает его жалеть. Гарольд также обеспокоен тем, что Сьюзан всё ещё не беременна. Он считает, что во всём виноваты её давние проблемы с алкоголем. Сьюзан успокаивает его и говорит, что в любой момент они могут кого-нибудь усыновить. Гарольд рассчитывает, что она сказала это не всерьёз. Немного позже он садится на самолёт, чтобы поговорить с Грейденом. Правитель говорит, что несмотря ни на что, он должен кого-то оплодотворить. Если Сьюзан не сможет забеременеть, ему придётся найти другую особь. Спустя какое-то время Роланду звонят и сообщают о ещё одной турбулентности. Он также узнаёт, что в списке пассажиров был Гарольд. И вечером он начинает следить за ним. Гарольд знакомится с женой Перри, Хеллен, которая соблазняет его. Они вдвоём приходят к ней домой. Но в самый важный момент прибор Гарольда начинает барахлить. Он убегает в ванную и пытается всё исправить. Роланд, стоя за окном, делает снимок и незаметно уходит. А Гарольд просит прощения у Хеллен и покидает её. Когда он вернулся домой, Сьюзан сообщила, что смогла забеременеть. Из-за этого они оба были на седьмом небе от счастья. Тем временем жена Роланда нашла обнажённые фотографии Гарольда. И решила, что её мужу теперь нравятся мужчины. Роланд попытался оправдаться, но она не поверила ни единому слову. Гарольд и Сьюзан в это время посещают врача. И узнают, что плод растёт с огромной скоростью. Хотя Сьюзан беременна всего пару недель, плоду уже несколько месяцев. Когда Гарольд приходит на работу на следующий день, он узнаёт, что Перри получил повышение за счёт его работ. Перри подшучивает над ним. И обвиняет его в том, что он спал с его женой. Из-за этого у них начинается перепалка. За то, что Перри оскорбил его жену, Гарольд ударил его по лицу. Дома он жалуется Сьюзан о случившемся со слезами на глазах. Спустя несколько месяцев беременности у Сьюзан начинаются роды. Гарольд отвозит её в больницу. И она рожает здорового мальчика. Но когда пришёл Грейден, хорошее настроение Гарольда сразу же пропало. Позже он говорит Сьюзан, что ему придётся покинуть её. Сьюзан решила, что он испугался ребёнка. И с криками прогнала его от себя. После этого он садится в самолёт, чтобы вернуться на свою планету. Роланд тоже следит за ним. Гарольд заходит в туалет. Но прежде чем Роланд успевает добраться до него, в самолёте начинается тряска. И через мгновение, к удивлению Роланда, Гарольд просто исчез из самолёта. Он сообщает своему начальству об этом инциденте. Которое на этот раз увольняет его за выдуманные истории. На родной планете Гарольд пытается сказать своим собратьям, что жить в мире намного лучше, чем доминировать над ним. За эти высказывания его берут под арест. Вскоре он узнаёт, что его ребёнок тоже находится на этой планете. Без колебаний Гарольд забирает своего ребёнка. А затем, пугая всех его плачем, он убегает на землю. Он возвращается к Сьюзан и отдаёт младенца на руки. Несмотря на это, женщина до сих пор на него зла за этот поступок. Чтобы оправдаться, Гарольд говорит, что он инопланетянин. И доказывает это, слепя её ярким светом из своего носа. После этого он просит за всё прощение и уходит. Едва он оказывается на улице, Роланд ловит его. Однако ему плевать на тайну Гарольда, ведь его уже уволили. Во время диалога появляется Грейден и направляет на них свой бластер. Тогда Роланд заговаривает ему зубы, а затем быстро устраняет. Затем выбегает Сьюзан и признаётся Гарольду в любви. Они наконец-то мерятся и начинают целоваться. Спустя какое-то время они вновь произносят клятвы у алтаря. После церемонии Гарольд говорит Сьюзан, что собратья с планеты планируют выбрать его новым правителем. Но после разговора они решают остаться на земле. А к себе на планету Гарольд будет отлучаться как на работу. На этом мой рассказ окончен. А что вы думаете о фильме с какой-то планеты? Напишите об этом в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok